Это мясной продукт, который имеет очень большую историю. Что-нибудь из истории можете вспомнить? Ну да, это был походный продукт для татаро-маргольдского ига, воинов в Чувашске. А еще что-то? Что-то еще, продукт самый вкусный. Я его даже ввожу за пределы республики, как сувениры. И мне тоже нравится. Мясо рубленое, запеченное, много часов должно печь, в каком-то пузыре, тишке рекомендую. Мама готовила, но это было 50 лет назад. Чувашко-национальное мясное продукт, сейчас так называют, мясным продуктом. Нравится, мам? Вот он, конечно. Хороший, вкусный, но только дорогой. Вкусный, очень вкусный. Чем больше мяса, тем вкуснее. Мясной орех, это я знаю, то, что это мясной орех. А конкретно из чего он делается, я, конечно, сказать не могу. Когда ездим обязательно в гости в другие регионы, так скажем, нашей России, то обязательно его берем с собой. Там очень, очень нравится. Кто не местный, прям все просят даже, наоборот, привезти еще. Я его давно не ела, конечно, но знаю, что желудок набивают там мясом, вот, и потом его запекают как-то, и получается шертан. Чувашко-национальное блюдо, если я не ошибаюсь, делается из кисков порнокопытных. Пробовала. Что я знаю о шертане? То, что шертан – это чувашское национальное блюдо, деликатес, и раньше его готовили исключительно из баранины. Сегодня наша съемочная группа находится на производстве шертана. Мы узнаем о нюансах и традициях его приготовления. И, конечно, покажем и расскажем вам. Для выработки шертана чувашского используется только охлажденное мясное сырье. На ввал поступают свинина и говядина с температурой в толще мышц плюс 2, плюс 4 градуса. Затем в процессе желудки свинину и говядину нарезаем на куски массой до 1 килограмма. Дальше нарезанное мясо измельчают. Диаметр решетки на мясорубке 12 миллиметров. Получившийся фарш перемешивают и добавляют натуральные специи. Затем все это загружается в бункер шприца. Вот так выглядит пока еще сырой шертан. Свободные концы пузырей мы завязываем шпагатом, укладываем на противне, смазанное жиром. Затем происходит процесс тепловой обработки. Это запекание. Запекание у нас длится при температуре 100-140 градусов. При такой температуре шертан запекается 6 часов. В ожидании появления шертана в золотой корочке немного окунемся в историю жемчужины чувашской национальной кухни. Шертан традиционно это древнее чувашское блюдо, которое появилось еще во времена, когда не было ни холодильников, ни микроволновых печей. И вот в той ситуации древние хозяйки должны были как-то сохранить продукт на долгое время, в частности мясо. И, как правило, по осени, когда идет убой скота, забивается, и традиционно готовился шертан. Запекали его в несколько этапов, в 2-3 дня, в печах дымяных. И хранился он до поздней весны, когда на полях проходили полевые работы, посев урожая. А как именно хранили? Хранили в основном в зерне, так как температура и климатические условия хранения зерна, они более соответствуют хранению именно запеченного мяса. Если сейчас шертан – это деликатесы украшения праздничного стола, то раньше это был просто способ хранения мяса. В основном блюда готовили из баранины. Что интересно, нарезанное мясо одного барана помещалось в его собственный желудок. Потом шертан запекали в печке несколько дней. В силу отсутствия влаги он мог храниться очень долго. И в нарезанном виде его ели только по большим праздникам. Чаще пускали в супы и другие блюда, где он снова набирал воды и разваривался. Немало легенд нам рассказали о шертане. Солдата отправляли в армию. Было даже такое поверье, что сына снаряжают в армию, готовят два шертана. Один шертан оставляют дома, хранят его в зерне. Второй шертан дают ему в дорогу. И пока идет служба, этот шертан хранится. Родители приходят в амбар, смотрят на состояние этого шертана. Если он без плесени, с ним все хорошо, значит у сына служба идет нормально. А если с шертаном что-то происходит, то волноваться начинают, переживать. Но когда солдат приходит со службы, они разрезали этот шертан и на праздничном столе приглашали родственников. И все вместе его употребляли уже как нарезанное блюдо. Похожие блюда есть и у других народов. У калмыков, например, кюр. Кюр. Калмыцкое национальное блюдо, представляющее собой запеченный в земле бараний желудок, начиненный мясом барана. Кюр был придуман калмыцкими чабанами, пастухами, которым приходилось спасти скот в трудных природных условиях, на равнинной местности и под открытым небом. Это блюдо готовят в яме, засыпанной углями. Стенки ее предварительно раскалены костром. Возвращаемся к современному производству шертана. За 6 часов запекания в мясном орехе не осталось воздуха и жира. Покрытый золотой корочкой продукт отправляют на сушку в другую печку. Сушка производится уже в течение 24 часов и уже при минимальных температурах. Вот они, свежеприготовленные аппетитные мясные орехи, готовые отправиться на прилавки магазинов. В Чувашии шертан производят 4 мясокомбината. Ядринский, Вурнарский, Чубаксарский, а также Приволжские колбасы в Новочубаксарске. Основные ингредиенты у них одни и те же. Это говядина и свинина. Но вот пропорции мяса и натуральных специй никто, конечно же, не раскроет. Это секрет. Шертан – это натуральный продукт. В рецептуру входит мясное сырье, перец черный, соль. Вурнарский мясокомбинат производит шертан больше 30 лет по той же технологии, что производили 30 лет назад. Не нарушает традиции и качества. Шертан готовить не так-то легко. Самый трудоемкий процесс – это вязка шертана. Где тратится много усилий для того, чтобы не было пор, они были плотные. Это очень кропотливый труд. Это ручная работа. Итак, делаем выводы. Шертан – непременное блюдо чувашской кухни. Он может быть закуской и основным продуктом на столе. Изумительный вкус оставляет самые приятные ощущения. Шертан – это традиционное национальное блюдо. Регулярно получаем многочисленные отзывы от наших покупателей о качестве продукции. Восхищаются гости республики нашей продукции. В 2017 году шертан завоевал золото на всероссийской выставке «Золотая осень». В 2018 году мы завоевали с этим продуктом марку «Качество Чуваши». А также вошли в «Золотую сотню» товаров продовольственной группы России. Настоящий шертан вы можете попробовать только в Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин